Привет всем, мы продолжаем проходить ПВЗ 2 международная версия и сегодня будем разбираться с зомбоссом в юрском болоте, со вторым зомбоссом друзья, только вот я сейчас пройду этот небольшой квестик я вот заметил регулярно дают 33 день древнего египта он такой себе не самый простой квест но в принципе решений у него несколько как я считаю так что все в порядке с этим квестом и сегодня мы будем проходить его таким вот образом сдувать пожалуй никого пока не будем я также за кадром прокачал перц пульту потому что были квесты по льдиным пещерам вот сюда будут малых кидать скорее всего на удивление малые толстые здесь и проходят довольно таки далеко поэтому я вынужден выкладывать два ряда шипов он 250 остается на всякий случай поэтому давайте пока что их придержим поехали ну и сразу ускоримся может быть полетели наши малые естественно здесь пойдут с факелами чуваки и все будут разминировать хорошо что это бомба по площади бьет а я даже черри взял дачу что даже не заметил так и давайте исполнять где-нибудь и где мы можем малые точно не дойдут как бы там не пытались бросить а сверху абсолютно точно а давайте так сделаем чё надо хотя в принципе он бахнет отличненько ну и в принципе это последний гаргантю естественно он взорвется здесь контролить надо подсаживать то там то сям а можно в принципе наверно было вложиться вот в эту вот свеклу которая до ячейки энергетически делает туда заложить еще три картошки и потратить пленты на вот подкормку тогда эти картошки нехило бы так разбросались их стало бы гораздо больше но свекла за три ячейки взяла бы очень много солнца солнце здесь принципе у нас достаточно бесполезная для большинства уровней растения которые любят пиньяты добавлять плюща немного на вот это растение луковицы кстати нам очень даже бы не помешали третьего левла а вот кстати следующим ходом как раз открывается или нет не следующим походу не следующим до 9 уровней еще 9 уровней друзья а ну это до замбоса банан мы еще не разблокировали 4 уровня до банана а вот надо бы что-то уже гулять на по вот этим вот пляжам большой волны и так давайте переходить а вот сюда юрское болото и собственно второй замбос в этом мире да я понятия не имею что там за замбос сейчас узнаем друзья смотрим да так понятно тоже самое в общем ведь понятно Итак, друзья, здесь, в общем-то, тот же самый зомбосс. Его рожа постоянно туда-сюда беляет, вверх и вниз, и он постоянно же чистит ячейки. Так, вот где-то, наверное, даже не знаю, здесь, наверное, будем высаживать. Зомбосса было бы неплохо коцать вот этими штучками. Так, нам надо переманивать срочным делом вот этого раптора. Так, где он там бегает? Пятого раптора нам тоже надо переманивать. Но он успел сюда всех закинуть Как это ни странно Ну ладно Накапливаем пленты Нам сейчас пленты бы желательно накопить Не обращаем внимания на то, что там снизу этот чувак Он сдохнет, скорее всего А, нет, смотрите-ка, он не сдох Ну да ладно Эта штука нам здесь не нужна Конечно нас очень сильно отвлекает Потому что зомбосс пуляет нас вот эти штуки Еще один раптор идет И давайте его тоже переманивать Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь нужно соблюсти некий баланс, я считаю Иначе он сейчас все начнет подряд чистить И мы будем очень активно терять Вот здесь, например, видите, четвери, да? Ладно, тут и зомби тоже уходят Ушел Ну он сразу все дамага вот начинает как-то смещаться Ну и сейчас, конечно, чистить начнет Короче, накапливаем Крабик побежал Сейчас, наверное, все будут убирать абсолютно Вот, есть смысл накопить растения А он также сейчас наверняка будет смещаться И естественно, он вам вот такие вот гадости делает Появился Как называется-то Динозавр незаметно, да? В момент, когда мы отвлечены И вот так вот нас с панталык-то сбили То бишь, надо следить, когда появится динозавр Чтобы переманивать, я так думаю, на свою сторону его Иначе мы банально ничего не успеем сделать Так же мы его покусаем Чего-то мы его не покусать-то А вот, собственно, о чем я говорил, да? Появляется Чувак Я думаю, мы на одних плентах можем сейчас тащить Потому что зомбосс очень сильно к этим плентам Чувствителен Да, имеется в виду Чувствителен к урону вот именно от этих растений Когда их подкормить Они очень сильные, друзья Вот эти крабики Ну и, в принципе, мы справились Видите, как называется Д, да? Интересно Да, 42-й день Вот таким вот был, друзья В 42-й день Южского болота В принципе, что сказать Уровни довольно интересные Но, опять же, их мало, друзья Мало Многие скажут Вот, добавили столько-то, очень много Не, не много Мало, друзья Эта игра, мне кажется, уже доживает свое время Новых миров не открывает Вот А то, что здесь уже, в принципе Тащится растениями А без всякого доната На прокачке Которая просто льется здесь Как из рога изобилия На ура, в общем Ну да ладно Хотя там вроде бы пиньята была Давайте-ка, может быть, посмотрим Да Так, нам надо защитить эти растения И нам ничего не остается Кроме как их Активно, каким-то образом Пытаться защитить Именно Выставляя вперед, может быть, стенку Или что-то такое Если нам будут это давать Бабыч очень подвержен Здесь у нас Ну, в принципе, у нас Три стрел довольно-таки прокачен И, я бы сказал, очень даже неплохо прокачен Навряд ли кто-то дойдет Хотя, может быть, может быть Вот ведра там, я смотрю, идут Вот эти ведра, видимо, съедаться должны, я думаю Да, так и есть Также, в случае чего Бангчуй может разобраться А если мы его подкормим Хотя, вот зря я вот это вот делаю Можно было сохранить На вот это Замбосса На босса вот этого, конечно Его, кстати, вполне можно затянуть Но Вряд ли мы ему как-то очень сильно Навредим А лучше мы будем использовать, наверное Вот так, вывод схемы Пришлось так сделать Потому что не было, я уверен, что всего этого хватит Подбрасывают пленты Это дает гарантию, что все-таки мы пройдем Без особых хлопот Все-таки, я думаю, ведра должны съедаться По идее Хотя, вот смотрите Тут коварно отправляют сразу два ведра, да? Ну, одно точно не дойдет У второго съест был этот чоппер Хотя Оба не дошли Опять дают то, что нам не надо Но все время один и тот же набор получается Тысяча монет и две каких-то ерунды ненужные Теперь мы знаем, как примерно действовать В принципе, я считаю, что действовали мы абсолютно верно В этот раз будем так же Только 11 на верхнюю, наверное, линию стоит усиливать Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, когда вот этот чоппер как кусается Он кусается, друзья Давайте, может быть, вот так мы сделаем Че там, да? Тут вот толстые зомби-то че идут Усилим здесь Вот зря я вот это сделал Ну ладно, то есть будет так Вполне себе мы затащим Вот, идеальненько Ну все, этот гаргантил уже сильно по коцам А этих мы просто затянем О, смотрите-ка, затягивает-то не всех Да? Ха-ха, ну естественно то же самое Прикольненькая такая пиньята Но она была легкой, друзья Легкой за счет того, что наши растения Довольно-таки сильно прокачаны Тут у нас, по-моему, ничего не изменилось Давайте поглядим Может быть, есть что-то Для нас полезное Так-так-так Ну опять же, все по соточке Ну в принципе, можем даже потратиться Почему бы и нет Потому что навряд ли все это поменяет свою цену Может быть, напротив, даже еще хуже сделают Может быть, все это по 50 Сделают Хотя Хотя, друзья, по-моему, сотка Это же средняя сотка Ну да, сотка Мы все время сотку тратили Потому что там, я еще, смотрю, двадцатка есть Как бы на двадцатку действительно Все это не спустили Потому что прокачка очень сильно идет Даже за счет вот этой сотки Вот, даже не знаю, куда влаживаться Но нам мунфлауэр надо прокачивать Давайте ладно, потратим Потому что у нас достаточно этих гемов Это получится, что мы их не тратим вообще Шесть вот этих вот сидов Ну, естественно, грибок Который стал у нас еще круче Непонятно, зачем нам суперкрутой грибок Немножко запоздало Но вот это растение Всего десяточка на то, что куда лучше бы сороковочку, конечно А, ну и вот мунфлауэр Ну, мунфлауэр слабенько очень, слабенько И гримроз Тоже слабовато Вот, кстати, мы могли бы докачать Неплохой, кстати говоря, для нас бонус Стеночка Стреляющая Ну, в принципе, может Сейчас что-то мы сможем добиться У нас достаточно гемов Давайте еще раз потратим Что нам Может все-таки мунфлауэр станет Побольше, так сказать О, на грибок тоже есть, но вот раз немного О, сороковочка, отлично Чуть-чуть буквально не хватает Тридцаточка Десяточка Ну ладно, я думаю, что Этот цветочек мы прямо сейчас вкачаем Гримроз Отлично У нас две прокачки, я думаю, будет Гримроз, кстати, часто тоже используется Я считаю, что оно одно из самых сильных Бывает такое, это растение довольно-таки Недооценено во многих уровнях Но оно реально очень крутое И юзать-то его надо Ладно, давайте третий раз Заюзаем, чтобы уже наверняка Попрокачать растение Посмотрим, как оно работает На более высоком уровне Тени гриб Полтинчик Вот это растение, которое навряд ли вообще будет прокачано Гримроз И Монфлау Отлично Мы сможем его прокачать И теперь Сможем заценить И всего десятка Напаслен Ну ладно Не будем больше тратить Потому что, в принципе, прилично потратили Сейчас уйдет так же много монет, наверное Давайте поглядим Так, что тут у нас Грибок Воды Десять тысяч Ну, в принципе, что нам это даст А, ну, чуть-чуть быстрее будет восстанавливаться Ладно, что, десять тысяч Ну и вот это еще фигня какая-то Так, вот это самое главное Здесь до четвертого левела Смотрите, он даже будет больше солнышек Продуцировать, да Может быть быстрее или что-то такое И восстанавливаться будет быстрее Кулдауниться В принципе, это очень все полезно Ну и плюс он станет сам по себе толще Его дольше съедать будут, я так понимаю Так, стоит он по-прежнему Полтинчик И Гримроз Гримроз у нас увеличивает дамаг Она и так, в принципе, сильная была И восстановление По кулдауну будет быстрее Что, в общем-то, полезно В последующих квестах заценим все это дело Сейчас квестов никаких нет Вот, так что В следующий раз, друзья Я благодарю вас за просмотр Всем удачи и пока Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok